Всем привет, на связи Мабу. Когда я начинал изучать Android-разработку, это было очень давно, и когда я начинал изучать, я прекрасно себя помню, и я помню то обстоятельство, что мне... Я как бы изучал самостоятельно, но у меня все смешалось в голове, и приходилось то изучать верстку конкретную, то изучать уже функциональную часть, то есть взаимодействие с этой версткой, то нужно было также идти и изучать работу с базами данных, и вот все это вместе как бы сопоставляло такую кашу в голове небольшую, и было очень сложно ориентироваться, и вызывало даже некоторое переживание. И я в настоящее время очень часто вижу, когда люди приходят ко мне на консультации, я очень вижу некие похожие случаи, очень часто у людей именно каша, они не понимают куда им бежать, все дело в том, что программирование, она это очень обширная область, и если изучать все подряд, то вам и жизни не хватит, чтобы все это изучить, и поэтому нужно четко понимать, что зачем изучать, и в каких, не то что в каких пропорциях, а нужно понимать из каких блоков состоит подход к данной профессии. Сегодня мы поговорим о том, из каких блоков состоит обучение Android-разработки, и я надеюсь, что после этого видео вам будет более понятно, и у вас не будет некой каши в голове при обучении на Android-разработчика. Конечно же, это не касается моих учеников, потому что на курсе все структурировано, но если вы изучаете, подходите самостоятельно к обучению, да, не обучаетесь на курсах, а именно подходите со стороны самообучения, то вам будет очень полезно посмотреть данное видео. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком, и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android-разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android-разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня, ничего не понимаю, до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Как я сказал в начале видео, существует несколько блоков в обучении Android-разработки, и вот мы подходим к этим блокам уже, скажем так, небольшим бэкграундом, то есть вы уже должны знать от нового синтаксиса Kotlin, у вас должна быть установлена Android-студио, и вы уже должны были покопаться в Android-проекте, то есть вы уже знаете, то есть папка res, для вас ничего такого страшного не представляет из себя, вы прекрасно уже понимаете, что такое Activity, что Activity состоит из XML-шаблона, да, и из Kotlin-класса, и вы понимаете разницу между Activity и фрагментом. То есть у вас есть некая такая база, да, вы уже научились даже нажать на кнопочки обрабатывать, то есть у вас есть основная база, без которой просто некуда идти. Вот когда у вас есть такая основная база, мы подходим, можно сказать, к такому разветвлению, да, на перекрестке стоим, что делать дальше. И у нас вырисовывается несколько дорог на самом-то деле, потому что у нас есть первый блок, то есть давайте относиться это как к дорогам. Первая дорога это верстка, то есть XML-часть, вторая дорога это функционал, то есть применение каких-то действий к этой верстке. Третья дорога у нас это работа с данными. Вот есть вот несколько путей, да, по которыми мы можем идти. И очень, как бы человек стоит, и он бросается то в одну сторону, то в вторую, то в третью. Но нужно относиться к этим дорогам, к этим блокам, как к раздельным частям, которые вместе просто позволяют создать мобильное приложение на Android. Но по факту они как бы отдельно, но связаны с друг друга. И вот мы начинаем всегда, когда у нас уже есть основы, да, Android знания основных Android, мы всегда идем, начинаем с верстки. Нам нужно изучить XML-верстку, либо UI, как хотите это называйте. Что вам нужно сделать здесь? Вам нужно научиться создавать самые популярные элементы управления приложения. Кнопки, чекбоксы, радиокнопки, материал-карт, различные апбары, топ-апбар, ботом-апбар, кнопка floating actions button, ботом-навигations, выезжающая панель, ботом-шеделок фрагмент, меню, то есть многоуровневое меню. Ну, в принципе, это основные, ну, кнопки, все. Я, в принципе, основной это и назвал. То есть вам нужно научиться, как бы, делать, научиться просто верстать. Да, и вот тут очень важно, вам нужно научиться именно XML-верстки с компоновщиками. Liner layout, constraint layout. То есть вам нужно просто набить руку. Хотя бы, ну, некоторую, ну, хотя бы недельку посидеть, поверстать. Конечно же, материал-дизайн вот так быстро, ну, кстати, я как бы упомянул виджеты, но я, наверное, не сказал, что все вот основные эти виджеты, они поставляются в библиотеку и материал-дизайн. Как только вы научились делать внешний вид, у вас сразу автоматом мозг будет, как бы, соображать и думать, а как же применить к этому весь функционал. То есть, чтобы нажать на кнопку, что-то происходило. И там уже при изучении библиотеки и материал-дизайн, вы уже будете применять этот весь функционал. То есть вам уже мы плавно переходим, как бы, на вторую дорогу и учимся взаимодействовать с этим, с этой нашей версткой, навешивать на наши элементы какую-то уже логику, бизнес-логику. То есть мы уже учимся отслеживать взаимодействие пользователя с этими элементами и применять какие-то события, да, там, переходы, не переходы, это не суть важна. И вот как бы здесь мы уже плавно переходим с первого блока во второй блок. И вот когда мы изучили вот этот второй блок, функциональную часть, и уже можем полноценно создавать элементы. То есть у нас даже какое-то приложение получается. То есть мы можем переходить, какая-то уже активность идет. Но вы своим мышлением дойдете до того, что, а как все-таки мне хранить данные? Допустим, я хочу сделать приложение, которое работает с данными, которое я хочу создать. И как мне эти данные хранить? И тут вы уже пойдете в сторону изучения баз данных. Это всегда происходит так. И там вы будете изучать в первую очередь базу данных SQLite и работать с ней через библиотеку Room. То есть по факту, приложение, в которое вы что-то создадите и хотите сохранить, грубо говоря, а на следующем, допустим, экране хотите использовать то, что вы уже создали на прошлом экране и как-то захотите это все отобразить. Вот это все, да, оно делается в локальной базе данных SQLite и работаем с ней через библиотеку Room с помощью, по точности в качестве корутин, с помощью V-модула, все это мы делаем. Но дальше вы захотите использовать данные, которые не нужно вам как пользователю создавать, а которые вы уже хотите, скажем так, использовать в качестве контента. То есть вы не хотите их создавать, а хотите их отображать. И при этом их создавать не нужно. И в этом случае вы будете много гуглить и поймете, что данные можно хранить не только на устройстве, но еще на сторонней площадке, то есть на сервере. И тут вы начнете изучать то, как мы можем работать на сервере. Вкратце, если вы хотите сами создавать эти данные и потом, то есть вы один раз их создали, эти данные, и потом их многократно на всех устройствах можно использовать, где установлено ваше приложение. Примером таких данных является, допустим, если мы поговорим про интернет-магазины, то это категории товаров, каталог товаров, сами товары с ценами, то есть остатки товаров. То есть эти данные не создают пользователи приложения, их уже отдают пользователям, разработчики приложений, и такие данные, они как бы используются на всех устройствах, в которых установлено мобильное приложение. И эти данные, конечно же, нецелесообразно создавать внутри мобильного приложения, они приходят извне. Эти данные мы храним на сервере в базе данных MySQL, а потом мы, прописав соответствующие PHP-запросы на сервере, мы получаем эти данные в мобильное приложение с помощью специальной библиотеки Retrofit, и там в зависимости от того, что вам нужно, либо напрямую работать сервером, либо мигрировать данные. Обычно данные мигрируются, то есть получаются данные, мы получаем данные с сервера, и при получении, обычно это происходит при загрузке мобильного приложения, колесико крутится, что ведет прогресс-бар, крутится, то, что проходит, типа загрузка приложения, в этот момент в параллельном потоке происходит загрузка данных, и перезапись этих данных уже в локальную базу данных SQLite, с которой можно работать на устройстве. То есть по факту мы берем уже готовые данные, но перезаписываем в локальную базу данных на устройстве. Для чего это делается? Это делается, собственно, для того, чтобы мобильное приложение работало быстрее. Просто сервером работает дольше, мы должны отправить запрос, сервер должен все это обработать и вернуть на. Тут все на устройстве, тут все более динамично работает. То есть вам уже нужно переходить, тогда получается, к изучению базы данных. Тут два этапа, да, изучение базы данных на устройстве и изучение базы данных на сервере. Также вот этот подход с работой с сервером содержится внутри API, такого подхода, как API. Например, вам нужно написать приложение, мобильное приложение, для расширяющей функционал социальной сети ВКонтакте. Вы должны найти API-инструкцию специальную от ВКонтакте, API-документацию и подключиться к той информации, которую вам нужно взять из социальной сети ВКонтакте. По факту схема работает такая же, как с базой данных на сервере. Просто я могу сказать даже, что намного проще. Подключаясь к нужному файлу, выбираете нужные поля. В целом то же самое. И вот когда у вас есть основы Android-разработки, когда вы изучили сначала верстку, после верстки, потом пошли к изучению функциональной части, которая применяется к этой верстке, потом вы пошли к изучению базы данных. И вот в такой схеме у вас не будет каши в голове. Вы будете понимать, что вы маленькими шажками идете к своей цели. Не так, чтобы полностью один виджет выучили, и как он работает с базой данных. Нет. Сначала изучили верстку, которая вам нужна, в принципе, тут самый минимум, чтобы вы понимали, как это все делается. Изучили функциональную часть к этой верстке, изучили работу с базами данных. Ну, я, кстати, еще одну штуку упустил. Есть очень такая, не то что дорога, я бы ее назвал бы тропой. Это работа со списком. Ведь где, где вы видите, листающий контент, список опций, какой-то список категорий, список постов, список, допустим, жанров каких-то. Это всегда RecyclerView. С ним нужно уметь работать. Обязательно изучите досконально RecyclerView, и как работает он со статичными данными сначала, потом, как он работает с локальной базой на устройстве, и потом обязательно изучите, как правильно делать нажатие внутри этого RecyclerView по элементам. Это очень важно. Не нужно использовать примитивный список. Используйте RecyclerView. Итак, если вы разобьете свое обучение на изучение по таким блокам, то у вас не будет никакой каши в голове, и ваши знания будут структурированы, и вы сможете нормально все изучать. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.